приветствую всех должна была вчера встретиться со старой еще школьной приятельницей и она в последний момент отменяет встречу говорит что вот поговорил по телефону с бывшей свекровью всю душу из меня высосала не могу никуда пойти прибитая к дивану лежу ем ракушки шоколадные и подумала я что тема то актуальная очень так что давайте-ка мы с вами сегодня дорогие мои хорошие поговорим об энергетических вампирах как их распознать ну и самое главное как им противостоять защититься мы же все прекрасно знаем кто такой вампир или как говорят на наших землях упырь мне больше нравится слово упырь честно говоря это неупокойный мертвец который блуждает по свету в поисках пищи очень голодная тварь голодное существо ну и соответственно нападает на людей чтобы пить кровь тут есть два важных мифологических момента первое вампир мертвый а это значит что у него низкая степень осознанности если переводить метафору мертвого на язык современной психологии маленькая степень осознанности он не понимает что энергии полно везде и пьет рафинированную грязную энергию других людей ну и второе он пьет кровь вампир пьет кровь а что жизненные силы ваша витальность ваша энергия ци как сказали бы в китае про она как сказали бы йоги и всю душеньку из меня выпили как сказала бы она так и сказала моя подруга продинамившая меня в принципе я вам вот что скажу не надо демонизировать энергетических вампиров это очень плохая зловредная внутренняя схема потому что в акте общения с энергетическим вампиром всегда есть двое энергетический вампиризм это коммуникация в которой принимают участие двое и от таланта каждого зависит то насколько успешной будет эта коммуникация для вампира или для донора донор точно такой же участник магического процесса взаимообмена энергии как и вампир если вы жадный плохой осознанный донора то вас никогда не выпьют попробуйте меня выпить ну понятно что через камеру через экран вы не сможете но если вдруг вы меня случайно встретите на улице попробуйте да у вас нифига не получится потому что я плохой донор я отслеживаю такие моменты также обвинять вампиров не стоит по той причине что большинство из них вампиры неосознанные наверное 99 процентов так называемых энергетических вампиров это люди которые сами не понимают что они творят они тоже ранены им тоже плохо и они вас жрут не потому что они такие злые романтичные с клыками мертвые блуждающие понимающие нет им просто плохо вы оказались рядом они не виноваты ни в чем они такие же пациенты как и вы они такие же жертвы как и вы ну конечно есть маленький процент тех кто прекрасно понимает что они делают процента тут настолько мало что стоит ли о них говорить это обычно ребята которые обучились каким-то нехитрым на самом деле биоэнергетическим фишечкам примочекам ну и могут взять и тянуть энергию чисто биоэнергетическими способами с людей в метро много очень таких сразу распознаются в принципе если вы это распознаете довольно безобидные тоже ребята также вампиров энергетических можно поделить на лунарных и солярных солярные вампиры это энергетические грабители грабеж на большой дороге агрессоры абьюзеры они вас провоцируют они вас пытаются втянуть в поле срача ну давай ну чё ты ну давай посрёмся ну давай давай иди сюда иди ко мне детка лунарные вампиры наоборот мягкие и они могут вытягивать из вас душу тем что занудствуют жалуются повторяют одно и то же вам вроде как неудобно сбросить их со своего плеча они тем временем ом-ном-ном самое важное что нужно знать об этой коммуникации и о спасении своем в ней самое главное это поймать тот момент когда в вашем поле оказался человек жадно пощелкивающий челюстями вашу сторону это самое сложное потому что у вампиров и у солярных и у лунарных есть такая сверхвозможность они очень быстро втягивают вас в эмоциональный диалог либо в сокрытые эмоции с вашей стороны вы сидите слушаете их а сами испытываете раздражение раздражение копится копится энергия уходит от вас утекает если же вы четко фиксируете момент что вот передо мной сидит чувак и перед ним есть незримая тарелочка разложены приборы завязана на его груди незримая салфеточка он готовится отобедать мною это уже 90 процентов успеха то есть принципе техника борьбы с такими людьми может быть любая магическая психологическая биоэнергетическая останавливающая техника но самое главное большинство людей пропускают этот момент а как этот момент не пропустить ну это такой универсальный совет который я могу дать любому магу например или человеку который стремится к магическому состоянию тренируйте свое внимание как вы качаете жопу в спортзале качайте вы свое внимание потому что это самое драгоценное что у вас есть это самый ваш спасительный артефакт это самое лютое из ваших сверх возможностей ваше внимание если вы человек внимательный вы никогда не пропустите этот опасный рубеж между тем как вам сказали привет и вроде как ничего плохого и между тем как ваша прана ци душонка как это ни назови потекла порциями маленькими или большими в чужую сторону пожалуйста сделайте это но если говорить о конкретной технике техниках ну а если говорить о конкретных техниках они все достаточно бесхитростные у меня на канале есть ролик о том как реагировать на агрессора вот в общем-то на вампира можно реагировать таким же способом можно убрать внимание все в основании черепа самое простое что может сделать каждый человек просто вы сидите с человеком а держите внимание вот здесь вот в основании черепа медули и все его слова воспринимаются как сквозь туман как сквозь уютную ватку либо другие способы есть которые я говорила в том ролике посмотрите его пожалуйста его очень просто найти по поиску в моем канале но самое главное повторюсь не надо защищаться вы можете быть абсолютно беззащитным человеком как я и не пострадать просто потому что вы человек осознанный внимательный и вы сразу ловите момент опасный рубеж вампирюга упырюга сидит сейчас сожрет а хрен тебе не сожрет пользуйтесь